не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем помните когда человек знает информацию о системе высшего обучения когда он игнорирует происки и зацепки деструктивных сил он ровно и спокойно реагирует на любую поступающую информацию извне то собрать с такого человека энергию будет просто невозможно тем самым он на одну частичку ослабил эгрегор страх тем самым он внес весомый вклад в освобождение себя и каждого человека на земле тем самым он созидает и гармонизирует пространство на нашей планете именно таким образом человек переходит на новые сознания эпохи водолея это пятое измерение сознания а если таких людей соберется сотня тысячи и сотни тысяч именно тогда пойдет сдвиг в мировом масштабе люди наконец-то объединятся и выйдут в состоянии гармонии сред за этим каждый найдет свое место в жизни по своей профессии потому что именно из страха не выжить человек боится решиться на дело своей жизни то есть стать счастливым и благополучным конечно можно не верить в то что нами управляет эгрегоры а все свобода выбора это тоже один из высших законов космоса задачи деструктивных сил их задачи медленно но верно максимально широко захватить власть изменить в обществе высшие ценности нравственности привести к тому чтобы извращение считались нормы общества для растления и разложения духовно-нравственных ориентиров и скатывания по лестнице инволюции их главная цель повернуть человека вспять эволюционного развития сознания сторону деградации а есть всего два пути развития эволюция и инволюция и свобода выбора всегда остается за человеком чтобы понять суть управления из тонкого мира нужно расширить свое сознание и допустить в своем сознании те вещи которые считаются фантастическими выбор каждого человека состоит в том что вы себе считаете или вольным мустангом или ломовой лошадью которую запрягли и принужденно заставляют вести тяжелых груз по кругу помните что приучившись так ходить она не жизнеспособна но человек тем и отличается что у него есть неокортекс который способен помочь человеку думать и осознанно выходить из любой колеи это чисто ваш выбор в идеале у человека который дошел до пятого уровня развития сознания внутренний мустанг должен быть свободен помните в души всегда есть свобода выбора идти по эволюционной лестнице развития или деградировать и катиться вниз впереди вечность и души могут приходить сюда на землю бесконечно что с ней происходит если она постоянно не выполняет свой контракт души ее вновь и вновь посылают на землю для прохождения одного и того же урок могут усугубить ситуацию поместить в более трудные условия чем были в прошлом воплощении иногда облегчают если видят что душа не справляется раз от раза но если деградация происходит дальше то душа теряет энергию в результате она теряет упругость четкость она загрязнена и главное она обесточивается у души нет смерти но ее разбирают на энергетические части и переводит на другой вид энергии это происходит редко один два процента от всех душ душа знает что такое бывает и это ее пугает особенно ту которую уже разбирали и собирали заново главное стремление души закончить череду воплощений и самой создавать мир и быть сотворцом на более высоком уровне цель данной идеологии донести до больших масс людей законы мироздания ваша задача использовать эти законы или жить как вы посчитаете для себя полезным если вы все 24 часа в сутки думаете позитивно то вы постоянно находитесь в позитивных эгрегорах что дает вам море энергии возможности и потенциала в этом случае вам будут приходить только позитивные мысли идеи так как вы подключаетесь к самому высшему источнику с безграничной энергией любви весь космос пропитан этими вибрациями этот источник огромен в отличие от низких земных деструктивных и крекеров они ничто по сравнению с ним соответственно если вы на одной волне с высшим позитивным миром то у вас будет энергии хоть отбавляй вы станете энергетическим миллионером выше в разделе закон гармонии и описывала подробно как это сделать помните первый шаг всегда за вами где быть в каких вибрациях купаться в каком мире пребывать идти по лестнице развития или скатываться вниз до разбора души создайте намерение прямо сейчас ответив на вопрос где вы хотите быть в то же время уясните аксиому что в наше время каждый из нас наделен новыми возможностями и способностями прочитайте следующий текст слух и осознанно вы способны цариком и полностью контролировать собственные эмоциональные реакции и ограничивающие установки программы это делают уже тысячи людей вы обладаете способностью выбирать направлении собственных мыслей это делает уже десятки тысяч вы имеете право выбирать те мысли которые хотите это делают уже десятки тысяч людей вы умеете выбирать нужные мысли когда хотите это делают уже десятки тысяч способность управлять мыслью вам приносит огромное удовольствие потому что вы чувствуете что смогли это делают уже десятки тысяч когда вы заметите что уже легко и свободно управляете своими мыслями вы почувствуете себя хозяином автором своей жизни когда вы легко убедитесь что вы хозяин своей жизни ваша жизнь начнет меняться в ту лучшую сторону в которую хотите вы когда вы увидите свои позитивные изменения вы почувствуете себе счастливым человеком и поймете что мир вокруг вас дружественным с чего же начинать обретать внутреннюю свободу конечно с осознание глубинных причин а далее наработки новых привычек реагирования на людей ситуации конфуций сказал в 15 лет я устремился к учебе в 30 лет стал самостоятельным в 40 лет освободился от сомнений в 50 лет познал веление неба 60 лет стал отвечать правду от лжи 70 лет следую желаниям сердца и не нарушая ее правил позвольте задать вам вопрос с какого возраста вы перестанете придавать желание вашей души до коли вы будете изменять ее желание как часто мы идем по желаниям социума родителей партнера которые рядом близких и доброжелателей которые вызывают чувство вины по поводу вашего поведения противоречащего шаблоном социума я на своем профессиональном пусть и встречаю очень много людей которые прожили не свою жизнь выбрал работу не по зову души а по другим критериям деньги выгодно устроили удобно рядом выбрал учебу и дальнейший профессиональный путь по желанию родителей они же лучше знают как правильно своему малышу выбрал партнера брак по расчету они по любви мужчина который женился подолгу например беременной женщины и обещал и наоборот женщина забеременела боится остаться одна без материальной поддержки и прочее а что происходит в итоге вселенная через людей которые рядом начинают вам говорить что вы сделали ложный выбор для души мужья пьет бьет женщины перед тотальный контроль и ревность в профессиональной сфере клиенты не благодарны и неадекватный начальник и вообще вся жизнь идет крахом в этих случаях происходит тотальная ложь окружающим и главное самому себе что же происходит с планами души в этом случае вы помните зачем вы сюда пришли реализовать замыслы души и и проекты то есть идти по тем желаниям которые возникают в душе наш ум тела через шаблоны социума всячески противостоит этому пути ум твердин делай как все делай как тебе верит социум иначе ты будешь изгоем этого стада но это в древности человеку выбиться из стаи или племени было чревато остаться в одиночестве и физически не выжить сейчас времена изменились никто от голода холода и хищников не умирает а вот шаблоны поведения остались на том же уровне и диктует те же древние программы выжить любой ценой человек ищет где отсидеться и спрятаться от сложных уроков жизни от драгоценного опыта следования своему истинного пути вот только парадокс в том что убегая сложности выхода на свой путь человек еще больше впадает в эти сложности как в сети паука и чем больше он бежит тем больше втягивается в паутин вернемся к тому что побуждает человека так поступать закон свобода пункт свобода от страха социальный страх выражается через получение осуждения от социума и это самая большая проблема или как я это называю творческая задача с которой нужно справиться в жизни каждому отдельному индивиду а что происходит если человек идет по пути выбранному социумом повинность инстинктам физического тела я приводила примеры выше я уверена что каждый кто честно проанализирует свою жизнь вспомнит причем не один пример как он предал свои интересы души и шел по чужой намеченной дороге идя по чужому пути вы увеличиваете свой путь развития души увеличивайте страдания потому что жизнь постоянно будет говорить вам через пинки судьбы что вы идете не туда через плохие отношения плохое здоровье крах карьеры потери финансов и прочее моменты отчаяния внутреннего мучения после сделки со своим умом тела будут возрастать это постоянный бесконечный конфликт со своей душой и замыслами это вечная неудовлетворенность своей жизнью и терзание мыслью что прожил чужую жизнь или пустую вечное обвинение других это тайная обида может даже агрессии на мир а по сути это скрытая обида на самого себя за то что изменяешь своей душе вот вам и круг сансары следующее воплощение будет более сложное и опять начинать все сначала вы хотите этого душа определенно не хочет помните жизнь всегда представляет нам возможности и полный чемодан инструментов для реализации контракта души до сначала бывает сложно выйти на истинный путь но если вы окончательно решились идти по верениям своей вечной души то ваш путь будет легок интересен и главное вы будете получать большое удовольствие от этого пути потому что он ваш и истинный а свыше вселенная будет вам помогать сделать этот путь радостным и легким принося большую пользу людям что и требует от нас сегодня эпоха водолея это фундаментальные законы мироздания хотите верьте хотите нет это ваш выбор но того кто захочет проверить эту аксиуму ждет истинное счастье и гармонии в душе как найти предназначение рецепт от милтона эриксона у всемирно известного американского психотерапевта милтона эриксона описан один интересный случай к нему на прием пришел молодой человек мексиканец и спросил доктор вы могли бы мне помочь что вас привело ко мне дело в том что я недавно приехал в америку но никак не могу найти себе работу тогда юноша вы обратились не по адресу сказал ему эриксом я психотерапевт я помогаю людям решать их душевные проблемы и у меня нет для вас работы но я знаю сказал молодой мексиканец что вы очень мудрый человек и вы можете подсказать мне дать совет как найти работу по душе хорошо сказал эриксом тогда ответьте мне на вопрос чем вам нравится заниматься что у вас очень хорошо получается мне нравится готовить пищу ответил юноша я люблю это дело и люблю кормить людей я люблю смотреть как они с удовольствием едят то что я готовлю я стараюсь вложить в приготовлении пищи всю свою душу вот и хорошо сказал милтон эриксом выберите в городе тот ресторан в котором бы вы хотели работать придите к управляющему и попроситесь мыть столы и посуду просто за до и ночлег и делайте свою работу очень добросовестно и дополнительно в свободное время помогайте официантом и шеф-повар и вообще старайтесь помогать всем ресторане станьте душой коллектива через три месяца приходите ко мне я скажу что нужно делать дальше ровно через три месяца юноша пришел к милтон эриксом расскажите как ваши дела спросил я устроился в один из крупнейших ресторанов города он мне очень понравился и сделал все как вы советовали и попросился помогать в зале за едой ночлег управляющий охотно согласился тарелку супа мы всегда тебе найдем сказал а спать можешь подсобки с утра до вечера я управлялся со столами и посуды никто не мог придраться к моей работе все было идеально чисто а в свободное время я помогал официантом и шеф-повару на кухне они также довольны моей работой а шеф-повар сказал как-то что если бы у него был такой помощник то он был бы счастлив я так хорошо справлялся со своей работой что управляющий стал мне платить немного денег вот и хорошо сказал эриксом завтра подойдите к управляющему и скажите что вы хотите уволиться поблагодарите за все и скажите что вам предложили работу официанта с таким-то окладом а потом расскажите мне что произошло через три дня молодой человек пришел снова к доктору несколько возбужденной и очень радостный вы знаете когда я ушел от вас я долго не мог понять зачем вы мне дали такое задание но я сделал все так как вы мне говорили когда я сказал управляющему о своем решении он сразу не раздумывая предложил мне работу официантом с чуть большим окладом так что теперь у меня есть работа я вам очень благодарен что мне делать дальше теперь сказал эриксом работайте также добросовестно еще три месяца а потом подойдите к управляющему и сообщите ему о своем решении уйти в другой ресторан я вам предложили работу помощником повара через три месяца и он уже снова был у доктора ну как дела спросил его эриксон как только тот переступил порог его кабинета когда я сообщил управляющему о своем решении начал свой рассказ юноша то он очень расстроился а потом пошел и поговорил шеф-поваром после разговора он подошел ко мне и сказал хосе мы все очень любим тебя и не хотели бы чтобы ты покидал нас я переговорил шеф-поваром и он сказал что с удовольствием возьмет тебя в помощники поэтому я предлагаю тебе остаться у нас и готов платить даже больше чем тебе предложили в другом месте я с радостью согласился через два года когда хозяин открыл еще один ресторан другом конце города молодой человек стал в нем шеф-повар еще через три года он занял место в управляющем а через десять лет имел уже свой собственный ресторан конечно вы сделаете для себя свой вывод один из вариантов следующий станьте экспертом и профессионалом в той области что вам нравится от чего у вас горят глаза ищите в жизни достойных людей кому вы можете помочь и предлагайте свою помощь работайте изо всех сил с душой наполняя свой продукт любовью и позитивными энергиями и такого специалиста будут рады заполучить самые лучшие компании вопросы ниже которые я вам дам помогут быть честными самим собой и каждый раз выбирать правильную дорогу на своем пути вспомните на каких главных развилках в своей жизни вы проследовали мимо истинных желаний души выпишите их напишите а как бы вы поступили исходя из сегодняшнего дня далее что можно исправить сегодня накидайте план действия на будущее схожих ситуациях потому что урок будет повторяться до бесконечности пока вы его не усвоить подумайте как вы недавно предали свою душу в чем вы пошли против ее истинных желаний какую сделку вы сотворили со своим меркантильным испуганным мозгом в чем состоит истинное желание души закон свобода пункт свобода от навязанных негативных программ и убеждений страх быть осужденным напомню о самом важном в этом разделе страх быть отвергнутым обществом самый страшный подсознательный страх для индивида это сидит у каждого человека очень глубоко в подсознании и не каждому суждено с ним воочию познакомиться я впервые сделала открытие для себя про социальный страх когда отрабатывала технику на тренинге антивирус страха и чувство вины каждый участник тренинга а нас там было более 25 человек пришел с запросом из своего конкретного страха например страх знакомиться с мужчинами или страх что мой ребенок сидит часами у компьютера или страх высказать своему партнеру то что чувствую мысль все страхи людей пришли в итоге к одному знаменателю я незначим я не что я изгой я достоин смерти вот отсюда рождается самооценка но об этом мы поговорим ниже всегда есть выход у нас имеется инструмент для работы с этими древними инстинктами и разделами рептильного мозга неокортикс разум который возможно кто-то не часто использует помните эмоция это реакции тела на состояние наших мыслей какое послание непрерывно получает тело от нашего мыслительного центра если исходит мысль аларм угроза я в опасности реакции здесь известны беги беги или замри изобрази мнимую смерть эти реакции вылазит на заякоренные страхи страх получить какое-либо возражение опровержение вашему мнению страх неудачи кстати именно от этого страха рождается перфекционизм а у психиатров это считается фобией продолжим наше перечисление страх быть неправильным и не дай создатель выглядеть плохим в глазах окружающих именно поэтому нам страшно сказать нет другим нас очень волнует мнение другого человека больше чем свое мы боимся негативные оценки как огня хотя в реальности другим зачастую по барабану вы и ваши переживания по этому поводу и в конечном итоге любой страх это не более чем мнимый страх части вашего древнего рептильного мозга это страх вашего животного эго который боится умереть для биологического эго смерть всегда скрывается за ближайшим углом и реакции его известны что же нам делать со страхом быть осужденным согласитесь что это звучит как приговор все просто для начала поймите одну аксиому страха в настоящей реальности нет кроме вашего представления о нем вам когда-то о нем рассказали и закрепили он не живет вовне он живет внутри вас и только вы сможете его дальше раздуть до реальной смерти биологического тела или трансформировать во что-то полезное для себя начните с мелочей нарабатывать новые привычки отстаивать свои границы как же отстаивать свое мнение сохраняя внутреннее спокойствие когда вам навязывают и заставляют идти против своей души для некоторых людей отказать другому человеку бывает очень творческой задачкой человек вас просит об одолжении а вам не выгодно это предложение ситуации бывают разные так же как и люди которому нужно отказать первый способ в большей степени будет подходить к тем людям которые злоупотребляют просьбами о помощи по сути эдакие социальные паразиты живущие за чужой счет большая ошибка некоторых людей состоит в том что они начинают уклончиво отворачиваться вроде как культура поведения не позволяет резко грубить словом нет и начинается я помогу вам но сейчас я занят и когда освобожусь не знаю ой я даже не знаю у нас на сегодня запланирован поход в зоопарк ведь и так давно ждали этого всякие половинчатые попытки взбунтоваться и отказаться ну не знаю у меня на выходные были другие планы вызывают у ваших невольных мучителей какое-то даже удовлетворение оно и понятно чем больше вас уговаривают тем больше вы чувствуете себя виноватым якобы растет ваша вина перед просителем растут и проценты типовые ответы у меня билеты в театр занятия в автошколе поездка к родителям тоже действует только на тех кто понимает у кого адекватное восприятие жизни и себя в первую очередь ведь как правило тот кто выезжает за чужой счет за собой манипулятивных штучек не видит и ваши пространные намеки в том числе мы сами растим паразитов на своей шее так же как и тирана делают его рабы терпя его преступления в первую очередь нужно научиться быть искренним самим собой окружением то есть говорить правду это обескураживает просителя особенно если он неадекватен или просто наивно наглый в то же время нужно быть доброжелательным в своем ответе помним о законе любовь к гармонии единения например можно просто при внутреннем спокойствии с улыбкой начать я завсегда готов прийти на помощь хорошему человеку ты же хороший человек чем ты мне ответишь на мою услугу ресурс за ресурс покажи мне мою выгоду если просящий светит разговор к призыву к вашей совести что настоящие друзья помогают просто так не верьте на слово как раз все наоборот выгода это движущая сила любых взаимодействий и любой человек просто так ничего не делает даже альтруизм имеет внутренние выгоды подаю мелостыню другому может и мне зачтется в будущем на том свете или маме моей также подадут и так далее бесплатного альтруизма не существует это доказано наукой этологии альтруизм всегда взаимовыгодный просто выгоды разные материальные психологические мировоззренческие слящие выгоды вера в творца карма мне дороже удовлетворение в душе даже лучшим и настоящим друзьям родственникам мы помогаем потому что сегодня я пришел к тебе на помощь завтра ты ко мне а ты знаешь наверняка что это точно произойдет а если помощь идет только в одни ворота то это уже не дружба а манипуляция здесь нарушен закон гармонии баланс и как правило люди со временем разрывают такие отношения с друзьями всегда нужно обходиться по дружески а вот с другими попрошайками сделай то сделай это особенно с теми кто больше паразитирует на вас нужно обходиться просто и адекватно поэтому если вы точно знаете что вам не хочется делать то что вас просят просто будьте в своем ответе прямо отвечайте просто я рад тебе помочь но чем и когда платишь за мою услугу и посмотрите на реакцию человека главное будьте смирей представьте что сбрасывайте себе кровососного паразита например клопа в реальности вы же не будете ждать и уговаривать его чтобы он меньше пил вашу кровь прихлопните его и делу конец вот так и в этом варианте нужно сразу и быстро все расставить на свои места и всем будет легче выстраивайте формат отношений сразу это полезно обеим сторонам больше к вам с такими вопросами подходить не будут а если и будут то всегда с выгодными предложениями другой типовой ответ не хочу это будет в самый раз а если спросят почему просто не хочу и все помните так отвечал профессор преображенский в фильме собачье сердце на предложение у правдомовцев купить журнал в пользу детей Германии вы не обязаны отчитываться ни перед кем почему вы так поступаете вы должны только своей душе а если нужно поставить на главатого человека на место то можно и сказать но спокойно почему вы не хотите ему помогать ведь за этим всегда стоят очевидные причины нет желания нет мотивации да просто человек не нравится поймет или нет это уже не ваша история а обидки просить или вашу сторону это уже его задачки обижающийся человек обижается в первую очередь на себя потому что его ожиданием не суждено сбыться как правильно отказать близкому человеку который навязывает вам свою гиперопеку она вам не нужна например родители повязывают шарфик малышу которому 51 год задерживая его на совещании или вам активно навязывают место учебы или работы под предлогом что роднее якобы виднее что для вас хорошо действительно отказ в помощи может близкого обидеть но в том случае если человек свяжет этот отказ со своей личностью ведь помощь это некий подарок а если подарок не принимают значит даритель чем-то не угодил некорректный отказ в принятии помощи вполне может стать ударом по самооценке от меня не принимают помощь значит мой подарок не нужен значит я не слишком достоин опять же срабатывает инстинкт страха и я изгой этого племени и одному мне не выжить а это смерть поэтому чтобы не активировать древние инстинкты в народе это называется обидеть надо позаботиться чтобы этот отказ человек не принял на свой счет для этого надо помнить о простых правилах их всего четыре во первых тепло искренне поблагодарить близкого ведь он о вас заботится благодарность это уже некий ответный психологический подарок и сглаживает последующий отказ я благодарю тебя за то что ты обо мне позаботился во вторых найти и сформулировать аргумент причину почему вы не можете принять этот подарок аргумент должен иметь отношение к вашей личной ситуации а не иметь отношение к доящему человеку например я должен справиться сам чтобы научиться мне самому было бы интересно это сделать я хотел бы сам попытаться найти свое место в этом мире мол проблема во мне а не в тебе в третьих если уж отказываться то отказывайтесь твердо некоторые умеют так отказываться что наоборот провоцируют еще больше уговоров на получение помощи это называется ломаться вас приглашают в гости а вы набиваете цену чтобы вас уговаривали выглядит это по детски жалко поэтому если отказываете то это должно выглядеть как отрезан умерла так умерла и в четвертых пообещать человеку если что-то не получится в будущем воспользоваться его предложением помощи оставить открытую дверь перспективе имея другую возможность это сглаживает некоторую категоричность отказа в то же время вы выглядите благодарным и благородным в чужих глазах плюс нельзя исключить вы действительно вернетесь к вопросу о помощи хотя бы и по другому поводу вот так просто отстаивать свое мнение у разных категорий людей правило простое используйте меньше лжи будьте честны и искренни и вселенные вам ответят столицей а душа так как будет рада что наконец-то вы живете с ней не так как давно мечтали душа в душу а не по тем замыслам которые вам приготовил социум успехов вам на этом пути я в вас верю у вас все получится я это знаю как отказать начальству этот вопрос мучает многих пришел на работу на одни условия а навесили в два раза больше что делать вам нужно показать что вы радеете за компанию и общую команду и готовы вкладываться в то же время обращайте внимание руководства на нарушение баланса в отдаче и получении пример разговора первое похвала начальника в начале разговора подстройка вычерпайте пару плюсов из того что реально делает начальник например мне нравится ваша компания как вы ее управляете у вас талант второе я готов работать больше чем нужно и это уже делаю если вижу перспективу для улучшения компании себя как член этой команды но пока я перспективы для себя не вижу третье ничего личного но пока я наблюдаю что баланс в отдаче и получении услуг и вознаграждения нарушен я отдаю больше чем имею взамен давайте подумаем как нам решить этот вопрос далее действовать по обстановке примечание главное убрать внутренние претензии к начальству и несправедливости ваш адрес в душе и мыслях ведь этот человек вас чему-то обучает а вы пока не поняли чему и это нужно разгадать можно письменно написать послание начальнику если на словах боитесь что не сможете спокойно и грамотно донести будьте гибкими в написании послания выше описан приблизительный образец и нужно учитывать разные нюансы лучше такой текст подготовить заранее выдержать 3-5 дней потренироваться заблаговременно озвучить телепатически этот текст начальнику перед его фотографией и послать ему благодарности за то что дает возможность развиваться на этом рабочем месте так вы подготовите все на тонком плане а позже и с вопросом к нему подходить откуда берется перфекционизм начнем мы как обычно копать вглубь с базовых знаний этологии любое живое существо изначально стремиться избегать боли и тянется к получению удовольствия приятных эмоций и чувств это двигатель эволюции например дикое животное попало в капкан спаслось из него и теперь будет за километр обходить это место или наоборот леса поймала хорошую добычу на полянке и теперь будет ходить туда каждый день чтобы поймать вспомните себя когда вы бродите по лесу и собираете грибы вы обязательно заглянете на полянку где нашли кучу красавцев белых или подосиновиков чтобы получить приятные эмоции от процесса сбора этого урожая и будете избегать того места где повстречали змею или даже медведя но я хочу вам рассказать о более прозаичных вещах например почему ошибку. Вчера же весь вечер сидели с тобой и прорабатывали эти простые примеры. Неужели нельзя быть внимательней? Прямо тупизм какой-то. Ну и так далее. Вспоминайте свои примеры из жизни. Или пример из отношений взрослых людей, мужчины и женщины, когда она ругает мужа за то, что он купил в магазине не то, что она просила. Сколько можно говорить, сметану этой марки не бери, она плохая. И опять притащил фрукты гнилые. Когда научишься смотреть, что берешь? У жертв этих нападок возникает одна устойчивая нейронная связка. Что бы я ни делал, я никогда не достигаю цели получить позитивную эмоцию, поощрение, хорошую оценку. Подсознательная реакция любого человека в этой ситуации будет уйти от этого психологического террора. Конечно, наши близкие это делают из большой любви к нам. И, конечно, нас любят. Вот только они не знают фундаментальных законов особенностей нашего мозга, который призван избегать всего негативного и стремиться к получению удовольствия. И тем самым они сами пилят сок, на котором сидят. И делают все, чтобы отношения с родными стали невыносимыми. Именно из-за постоянной негативной критики у ребенка зарождается перфекционизм. У психологов он считается фобией неудач. Так появляется синдром отречника, отождествляемый многими психологами с перфекционизмом. Такого ребенка-перфекциониста видно издалека. Он очень тревожен. Малейшие невдачи приводят к вспышкам агрессии копейчикам или уходу в себя и включается аутоагрессия. А вслед за этим вылазят физические болезни. В чем разница здоровых амбиций и перфекционизма? И есть и здоровое стремление к достижению цели. Человек устанавливает себе высокие стандарты и труднодостижимые цели. И при этом получает удовольствие от них. А главное, от процесса их достижения. Но, как правило, таких людей мало. Их не более 10% от всего населения. Это лидеры нашего мира. Чаще встречается другой вид перфекционизма. Он называется невротическим. Человек с невротическим перфекционизмом побуждается страхом перед неуспехом. У такого перфекциониста желание стать еще лучше, чем он есть, становится идеей фикс. Поэтому он всегда неудовлетворен. Это постоянное стремление к идеалу, недостижимому совершенству. Перфекционист-невротик делает все для того, чтобы показать, что он заслуживает любви, всеобщего уважения и признания его роли в обществе. Он подсознательно преследует только одну цель – внимание, одобрение окружающих. Берет в качестве ориентира некий эталон, который не соответствует его потенциалу. Следовательно, у такого человека имеется неадекватный, завышенный уровень притязаний. Если здоровый перфекционизм состоит в убеждении, что наилучшего результата можно и нужно достичь, то при патологической форме перфекционизма возникает убеждение, что несовершенный результат работы неприемлем. Невротический перфекционист устанавливает для себя заведомо невыполнимые цели и стандарты, и движется к ним не из-за удовольствия или амбиции, а из-за страха, неудачи и отвержения обществу, и в первую очередь близкими. Помните базовый инстинкт изгоя? В ходе работы его внимание сфокусировано на собственных недостатках и мыслях о возможной ошибке, поэтому он не испытывает удовлетворения от сделанного, даже если сделано все превосходно. В итоге погоня за идеалом превращается в самоистязание. Разочарование от неудачи ведет к депрессии, снижению самооценки логической цепочки в подсознании. Я неудачник, я недостоин успеха, я не ценим общество, я ничто и заслуживаю смерти. Базовый страх – не выжить, смерть. Нездоровая самокритика, чувство вины, не дает радоваться достижениям. Человек постоянно недоволен собой, он зациклен только на своих ошибках. Максимализм, принцип «все или ничего», заставляет отказываться от многих дел. Страх неудачи понуждает избегать ситуации, где могут проявиться несовершенства. Аксиома «не существует совершенных вещей». Нет предела совершенства. Как только ты достиг совершенства, ты понимаешь, что это несовершенство, и стремишься к новому горизонту. Это вечный процесс усовершенствования пространства и себя. У перфекциониста появляется чрезмерная скрупулезность, мелочность, понимание к деталям отнимает много времени. Он сосредоточен на маленькой негативной точке, которая отравляет весь остальной позитивный фон. У перфекционистов работа или спутник жизни, которые не вписываются в выдуманные ими стандарты, попадают в разряд недостойных. У человека не складывается карьера, рушится личная жизнь, и он сам себя загоняет в разряд изгоев, сам определяет себе место в обществе. Окружающие люди чувствуют эту программу через поведение и вибрации, и, соответственно, реагируют на нее. Близкое окружение подливает масло в огонь, постоянно отбивает руки негативной критикой и акцентом на ошибках. Не так сидишь, не так говоришь, не так делаешь, не то ешь, не с тем дружишь, не ту профессию или партнера выбрал, и прочее. У ребенка и потом уже повзрослевшего человека появляется выученная беспомощность. Он чувствует себя опять изгоем, и все идет по кругу. Можно это назвать эффект пони по кругу. Основа для такого поведения – определенный тип нервной системы, называется он тревожный. Опять возвращаемся к тому, что все внутри человека, а не вовне. Поняли, в чем разница фобии перфекционизма от здоровых амбиций? У одного страх от результата, а у мысящего возможностями человека – удовольствие от процесса. Выученная беспомощность Вернемся к тому, что является причиной подобного поведения у человека. Напомню в экспериментах с животными. В большой аквариум поместили щуку. Сначала она плавала по всему аквариуму, но потом одну часть она городили прозрачным толстым стеклом, и щука не могла туда попасть. Во вторую часть кидали еду, она пыталась туда проникнуть, не видела преграду, но натыкалась на препятствия. Долгое время щука билась в постоянных попытках пробить невидимую стенку, и в конце концов она отступила. Экспериментаторы убрали стекло, освободив путь. Но щука больше никогда не возобновляла попыток попасть в другую часть аквариума, даже если видела там корм. Она плавала в маленьком пространстве. Так работает лимбическая система нашего мозга, сформировав выученную беспомощность. Эта информация заставляет задуматься. Наверняка в вашей жизни тоже давно уже нет преград, но прошлый негативный опыт, засевший крепко в вашей голове, не дает вам двигаться вперед и развиваться. Например, человек попытался познакомиться с противоположным полом. Несколько раз ему отказали, и у него сформировалось убеждение, что вообще не получится, что бесполезно дергаться, так как был негативный опыт. Все эти выводы приводят к бездействию. Кстати, выученные беспомощность и убеждение, что бы я ни делал, я не достигну результата, я получу по рукам, я получу отрицательную оценку и испытаю негативную эмоцию, скачусь по иерархической лестнице с отцома вниз, буду изгоем, и в итоге смерть неминуема, передается генетическим путем нашим потомкам. Стоит ли человеку пробовать снова и снова проходить через воображаемую стену? Думайте сами. Выбор за вами. И это закон свобода. ВИП-поддержка Для тех, кто готов справляться со своими древними инстинктами, закрепившимися посредством социума и нашего мозга, я дам очень хороший и простой рецепт. Это базовое упражнение, которое приучает вас мыслить в позитивном ключе. Оно учит делать акценты на хорошем, что автоматически приведет к повышению самооценки, повышению своей значимой роли в обществе, а значит повысит вибрации и наполнит вас энергией. Шаг Помните, выученная беспомощность – это всего лишь древний инстинкт. Это реакции вашего древнего мозга, рептильной и римбической системы. И с ней можно легко справиться. Помните, знание и причины есть великое знание, как говорил Галилей, и оно дает внутреннюю свободу. Шаг Если я вам сейчас скажу, посчитайте вокруг себя 10 уродливых вещей, то вы будете видеть только это. А если попрошу вас посчитать вокруг 10 привлекательных и красивых вещей, то вы будете пребывать в позитивной реальности. Начните с сегодняшнего дня давать оценку своим делам по схеме ВИП. Расшифрую вам эту аббревиатуру. Буква В – вычерпать пять плюсов, что вы сделали хорошего в ситуации. Буква И – инструкция на будущее, что улучшить в следующий раз подобной ситуации. Буква П – поддержка себя. Станьте себе родной мамой, которая вам не додала правильные заботы и внимания. Помните, что никто не способен вам закрыть потребность в значимости и актуализации вашей личности, кроме вас самих. Поэтому начните быть себе психологическим спонсором. Поддержка может звучать в таком виде. Какой же я все-таки молодец. Как у меня хорошо получается себя поддерживать. Красавец. Где таких берут? И погладили себе со всех сторон по телу, где хочется. И дополнительная помощь в этом упражнении. Чтобы процесс напитки этой самой важной потребностью третьего уровня шел быстрее, начинайте давать критику другим людям по той же схеме. Мы часто привыкли требовать друг от друга закрытия этой потребности гробостью, оскорблениями и через обиды. Я тебе 20 лет отдала, а ты не благодарен мне за это. Кстати, может, вас и не просили, но это была ваша идея фикс, подумайте об этом. Итак, теперь начинаем с себя. Отдаем дань и благодарность окружению за их дела и поступки, по озвученной выше схеме. Примечание. Важно разговаривать с собой, как будто внутри вас живет мудрец-ментор, который вас поддерживает и очень любит. Итак, закрепим. Первое. Что хорошо получилось? Начинаем с достоинства. Второе. Что добавить или изменить в будущем? Рекомендации на будущее. Подробно, конкретно. Третье. Плюс комплимент, плюс позитивное внушение. Завершаем приятным и воодушевляющим. Быть неправым значит умереть. Если человек идентифицирует себя с умом тела, то на все стороны его жизни влияет базовый страх смерти. Ведь даже банальное желание быть всегда правым в споре, отстаивая свою внутреннюю позицию, с которой человек сверяется, и делать оппонента неправым, порождается страхом смерти. Когда человек идентифицируется с какой-то внутренней позицией и вдруг оказывается неправым, то его самовосприятие испытывает серьезную грозу уничтожения. Исходя из этого, эго человека данного воплощения не может позволить себе быть неправым. Быть неправым для него равнозначно смерти. Именно это и представляет собой главную причину начала войн и распада бесчисленного количества отношений между людьми. Совсем другая ситуация, если себя рассматривать не как Машу Иванову, а как вечную душу с расширенным сознанием, которая пришла сюда совершенствовать себя, мир, через свою специализацию, и быть в сотрудничестве с соседними клетками одного организма космос. Значимость человека в социуме Немного теории о словах «нет» и «да». Когда первой реакцией человека в ответ на фразу собеседника является слово «нет», это значит, что в этот момент человек хочет перечеркнуть все, что сказал собеседник, как ножом отрезать. Коротко обозначает «ты не прав». Таким образом, ответом «нет» перевод такой «Вот какой я умный, я знаю все лучше тебя». А если добавляется фраза «я с вами не согласен», то это имеет серьезные посредствия. Какие? Сказав «нет», неосознанно происходит следующее. Человек хочет повысить свою значимость, принижая значимость собеседника, обесценивая его слова. А каждый человек имеет такую важнейшую потребность, как значимость в обществе. И эта потребность настолько велика в человеке, что в итоге она приводит даже к воинам, к малым или большим. Это уже зависит от уровня социального статуса. Но к конфликтам однозначно. Значимость имеет прямую взаимосвязь с самооценкой и местом в обществе, социальной иерархией. Чем больше к человеку прислушиваются и следуют его советам и рекомендациям, тем больше его роль в социальной лестнице. А соответственно, тем больше он получает благ от общества, занимая высокий пост. Именно поэтому люди больше склонны раздавать рекомендации, чем слушать. Это в общем. Значимость человека в обществе – это огромная движущая сила, которая стимулирует и мотивирует человека на развитие. Поэтому зачастую, отстаивая свою значимость, человек вызывает в ответ защитную реакцию в виде агрессии. Идет противостояние, кто более значим. По сути, это борьба и конкуренция за свой статус в обществе. Это древние инстинкты, и людьми они движут автоматически. И так человеку сказали «нет», и первой же неосознанной реакцией собеседника будет стремление свою значимость защитить. А значит, он начнет вашу позицию оспаривать, даже не вникнув в суть вопроса. Вместо конструктивной, приятной беседы получится спор. Может быть, даже и конфликт. Собеседник встает в противоборствующую позицию напротив вас. Он по другую сторону баррикады. Помните, слово «нет» это всегда путь к деструктиву. Когда человек говорит «да», это позитивная установка на сотрудничество. Это выработка собственной привычки к разумному согласию, умение находить разумные компромиссы с собеседником. И так, что происходит, если вы начинаете свою фразу с «да»? Вы признали правоту человека. Вы с ним согласились. Вы поддержали его значимость, важнейшую потребность человека. Собеседнику уже не нужно защищать свои позиции по отношению к вам. Вы сделали это за него, воспользовавшись волшебным «да». Человек сразу же испытывает облегчение на подсознательном уровне. Вы теперь для него не потенциальный противник или враг, а союзник. Вы теперь ему симпатичны, ведь вы с ним заодно, а значит, можно расслабиться и не ожидать от вас удара по собственной значимости. Он не видит у вас соперника, с которым нужно бодаться. Инстинкты защиты выключаются. В вашем обществе человек будет чувствовать себя безопасно, комфортно, чувствовать поддержку, симпатию и море остальных позитивных чувств. Итого, слово «нет» провоцирует на защитные действия и разобщение. Вспомните басню Крылова, «лебедь, рак и щука». Слово «да» играет объединяющую роль идти с человеком параллельно по одной дороге, смотреть в одну сторону. Можно сказать, идти в одной упряжке, соседая мир. То же касается и согласия со справедливостью этого мира. Когда вы в согласии с замыслами Творца, то вы идете с ним в одном направлении, думаете унисон, вы с ним на одной волне, на девятой волне. На каждую из практик выделяйте время. Не только для чтения, а для внедрения этих рекомендаций по изменению мышления в позитивную сторону в вашу повседневную жизнь. Если вы просто прочтете книгу, это хорошо, будете много знать. Если вы внедрите хотя бы 30% конкретных методов в повышении жизни, то позитивные результаты в вашей жизни появятся практически сразу. Один успешный бизнесмен читал книги так. Он, прочтя несколько страниц до смыслового завершения текста, откладывал книгу, делая закладку. И пока не внедрит очередную привычку, книга ждала его на столике. Моя рекомендация прочитать эту книгу сразу одним махом, но с заметками для себя, выписывая их в дневник мудреца, а потом заново начать читать по образцу успешного бизнесмена. Отдельно хочется поговорить об этом пункте. Просите помощи у своих духовных наставников и людей. Один из самых важных законов мироздания – свобода воли, позволяющие принимать самостоятельные решения и делать собственный выбор. Поэтому ваши духовные наставники, а они есть у каждого, терпеливо ждут от вас вашего обращения к ним. Как правильно это делать? Например, у психолога есть запрос своим наставникам. Не знаю, как найти клиентов для своей работы. Как правило, человек начинает судорожно размышлять своим ограничивающим мозгом. Что? Где? Как это будет происходить? У людей и так нет денег. Кто ко мне пойдет? Недорого ли я беру? Может снизить цену? Человек ощущает, что напасть подстерегает на каждом углу. Я обычно своим ученикам говорю, вспоминайте мою начальную школу обучения и следуйте по начальным методикам. Делайте первые шаги. Создайте высокое намерение. Например, мне нужны клиенты для работы, чтобы сделать наш мир лучше и гармоничнее. Оно должно быть в позитивной формулировке. Далее сделайте мыслеобраз, максимально вас устраивающий в самых радужных красках по факту. Я там-то и там-то принимаю клиентов и продуктивно им помогаю. Мир становится чище, я богаче. Отпустили образ, как воздушный шарик, и забыли про него. Ваша задача на первом этапе оставить первоначальный запрос без изменений, зафиксировать программу. Дайте вашим духовным наставникам работать на тонком плане. Они начинают переговоры с другими духовными наставниками вашего будущего клиента. Условно идут корпоративные переговоры. Верьте, что это уже существует в параллельной реальности на тонком плане. И скоро все материализуется. Если не хватает веры, спросите у наставников через медитацию рекорд и ангелов, что поможет поверить. Запишите это в свой дневник мудреца. Будьте внимательнее к реальности. Ждите новых возможностей, спускающихся свыше. Используйте новые возможности на все 100%. Лучше использовать не так, чем вообще пропустить мимо. Ваши наставники очень огорчаются, когда их труд, сформированные события, идут коту под хвост из-за вашей нерешительности. Уважайте их титанический труд, и вам воздастся. А вы по-любому получите бесценный опыт, за которым и приходит сюда ваша вечная душа. В любом случае, в итоге вы сделаете правильный вывод и полезное озарение для себя. Правило 1. Ваша цель должна быть сформулирована с высоких позиций. Высокое намерение от вашего запроса хорошо многим. Семье, обществу, человечеству, Вселенной, в том числе и мне. Правило 2. Ваша цель должна быть сформулирована в позитивной редакции образе. Учитесь рисовать четкие позитивные образы в голове. Это формирование вашего будущего на тонком плане. Это даже не программирование себя. Это разумный диалог с Вселенной и огромная помощь себе для выхода в параллельную позитивную миры. А это первый шаг к успеху. Пример. Хочу бросить курить – это негативная формулировка цели. А для чего вы хотите бросить курить? Что вы хотите в позитиве? Позитивная формулировка «Хочу улучшить здоровье и перестроить себя на здоровый образ жизни». Пока вы говорите себе «Хочу бросить курить», у вас в сознании звучат слова «Хочу курить» и видится ненавистная сигарета, как вы с ней боретесь. То есть команда для мозга соответствующая. Если вы ставите позитивную формулировку, то у вас в сознании рождается картинка «Человек пышет здоровьем чудесная радостная жизнь». Тем, кто хочет научиться устраивать цели правильно, для вас есть хорошая подсказка. Три кита, на которых располагается ключ ко всем дверям. Первое чистое высокое намерение, второе позитивные формулировки и образы вашей цели, третий кит – это вера в то, что произойдет, а потом действие. Это уже платформа на китах. Если у вас есть желание, спросите себя о намерении «Для чего я этого хочу?» «Для какой цели я этого хочу?» Например, «Хочу избавиться от чувства зависти». Тут понятно только то, что вас не устраивает, а не то, что вам надо на самом деле. И с такой формулировкой вы доедете едва ли. А вот цель научиться радоваться чужим успехам куда как более высоковибрационная и экологичная. Высокое намерение для того, чтобы жить самому в гармонии с собой и чтобы этому же качеству научить других. Хорошо не только мне, а многим, соответственно, Вселенной. Другой пример. «Я хочу похудеть не потому, что ненавижу, когда я жирный, а потому, что я люблю, когда я стройный и радую глаз ближнего, принося физической выносливостью большую пользу на своем месте. Первую часть откидываем, берем для себя любимого вторую, где и намерение и позитивные цели в одном флаконе. Как настроиться на эффективную работу по формированию своей цели? Расслабьтесь. Попросите своих наставников дать вам мысли для наилучшего формирования своего будущего с учетом желаний души. И приступайте к написанию. Итак, ваша цель должна быть сформулирована в настоящем времени по факту свершения. правило третье. С закрытыми глазами представьте образ в самых позитивных красках. Правило четвертое. Напишите подробный план, как вы это будете достигать, и отпустите на время свой заказ во Вселенную. Правило пятое. Верьте в то, что создали. Просто представьте, что где-то в параллельной реальности это уже есть. Главное найти туда вход. Верите вы или нет, вас никто не убедит в чем-то, если вы сами этого не сделаете. В то же время важно изучать полезную литературу и видеоматериалы, особенно исследования в этой области, научные открытия, которые будут подкреплять убеждения от специалистов и экспертов по вопросу, которым вы задаетесь. Если вы себе логически объясните многие вещи, то ваш мозг согласится с новым убеждением. Но себе нужно помогать активнее через аформации и внушения. Например, с каждым днем я все больше и больше начинаю верить в чудеса и своим духовным куратором. Максимально четко представлять о себе в картинках этот образ. Повторяйте это ресурсное убеждение 15-20 раз в день и попросите своих духовных наставников посылать вам знаки, чтобы убедить вас в данном вопросе. И главное, принимайте их вместо отфутболивания. Правило шестое. Отслеживайте новые возможности через предложения от людей, случайные связи. Ищите сами эти новые возможности. Для начала просто зайдите в интернет и забейте свой вопрос. Ищите, копайте, анализируйте и дано вам будет. Можно обратиться к людям, которые сильны в этой сфере экспертам. правило седьмое. Воплощайте возможности в жизнь. Сделайте первый шаг и посмотрите на следующий шаг от вселенной. Она отреагирует на ваши действия. Корректируйте свои действия относительно своего плана. Вспомните прямо сейчас это задание. отправьте запрос своим духовным наставникам. Представьте все, пропишите и отдохните. Чуть позже приступайте к чтению и дальше. Именно так мы будем реально изменять свою жизнь. Примечание Зачем отдыхать после заказа? Свыше нужно время, чтобы воплотить желаемое. Мы всегда торопимся и бежим впереди паровоза. То же касается и сложных проблем, которые возникают по жизни. В панике мы пытаемся принять решение и начать срочно действовать. Это грубая ошибка. Свыше наставники еще не успели сформировать нужное событие. Встречу с нужным человеком. Внушить кому надо полезные мысли. Помните, вы не один участвуете в данной ситуации. Там задействовано много персонажей. Ребятам свыше это все нужно состыковать с учетом всех интересов. Если есть возможность отложить активные действия, сделайте это. Дайте время своим духовным наставникам. они все сделают в самом лучшем виде для вашего обучения. Ваша задача попросить у них помощи, отправить запрос правильно и отдохнуть. Два и возможность им создать события. Сотрудничайте с ними эффективно. Подводим итоги, как обрести свободу. Осознание собственного рабства, не только мировоззренческого. Перестать быть рабом, как ментально, так и в жизни. Люди не хотят посмотреть на эту проблему прямо. Они сами хотят быть в иллюзорной реальности. Они втянулись в эту игру хорошей и плохой полицейской мировой власти, продажной политики, рабской экономики, лживого СМИ, бредового образования, псевдонауки и убийственной медицины, поддерживая обслугу паразитического экрепера своим вниманием и возмущением по каждой несправедливости этого мира. Осознание настоящей реальности и многомерности нашего мира даст человечеству первый шаг к истинной внутренней свободе. Осознание по закону мироздания происходит только в моменте пребывания на высоких позитивных вибрациях. Именно поэтому людям важно научиться позитивному мышлению, то есть пребывать в радости, а также излучать из себя безусловную любовь ко всему сущему. В том числе и к деструктивным силам нисходящей спирали развития, но при всей любви ставить их на место. Выбор мыслей и действия Уберите чужую подселенную фразу из своего лексикона «От меня ничего не зависит». Поменяйте ее на «я» в силах изменить как свою жизнь, так и правила игры на планете, которые нам навязали. Отстаивая свобода там, где это в ваших силах. Каждый на своем месте. Пусть это будет ваш вклад, даже если вы заставили местную администрацию заасфальтировать большую яму на дороге, или включить лампочки в подъезде, или перестать сыпать горы реагентов зимой на остановках и тротуарах, или убрать из школьной программы явный бред учебники математики или литературы общей петиции. Именно из-за страха, выполняя нерепые указания, мы поддерживаем эту общую паразитическую систему, ответвление которой проникли во все остальные структуры власти. Нам нужно научиться отстаивать разумность и адекватность во всех сферах жизни. А чтобы стоять грудью более эффективно, людям нужно объединиться. Именно в количестве душ наша сила. Тем самым мы собираемся по подобию мыслей и действий в большой эгрегор на тонком плане. Сейчас эгрегор людей по одной мысли от меня ничего не зависит, больше, чем я в силах изменить как свою жизнь, так и правила игры на планете, которые нам навязали. И это в ближайшее время нам вместе нужно будет извинить. Это наипервейшая задача. Работайте со своими мыслями. Начинайте менять мир через свои мысли и слова, а затем действия. Спокойная реакция на любой раздражитель. Задача паразитической астральной силы подливать масло в огонь, чтобы вы прежде всего негативно сэмоционировали и произвели корм, энергию низкой частоты для их питания. Все делается свыше ради наших реакций. Запомните это. Если ваша реакция спокойная, вы остаетесь при своем потенциале. Деструктивный эгрегор худеет и постепенно исчезает. И что самое приятное, ваша негативная ситуация тут же положительно разрешается. Не верите? Проверьте. Это высшие законы мироздания. Выйти из всех страхов, то есть из-за грегора страха и чувства вины. Перестать бояться всего, за своих близких, будущего, остаться одному, без денег, без работы, без отношений, страх успеха, больших денег, страх осуждений и оценки, страх дать критику, обратную связь, припишите сюда свои страхи. Самая простая методика внизу вам в помощь. Это будет первый шаг. Далее, если вы создадите намерения своим духовным наставникам, то они вас приведут к другим нужным материалам, людям, учителям, которые помогут вам с этим окончательно справиться. В том числе в моих школах вы найдете концентрат легких и эффективных методик под все задачи жизни. Заявить на тонком плане, что вы заявляете о расторжении связи с паразитическим агрегором и забираете свою силу и энергию. Энергию нельзя уничтожить, это доказали наши ученые-мужи. Вы сами решаете, куда ее направлять. Далее освойте в этой книге базовые законы мироздания. Важно наладить прямую связь со своей душой и своими духовными наставниками. Человек восстанавливает ту связь с высшим началом, которая дается каждому при рождении, для общения и получения достаточной энергии и информации для наилучшего прохождения опыта на земле. Как получать достаточной энергии и быть энергетическим миллионером? Читайте в книге «Ключ ко всем находить». Достаточно погрузиться в самого себя, в тишину и слушать свой внутренний голос. Это можно делать в любом месте на планете, а не обязательно в определенных местах, отведенных посреднической системой. Пребывание на личных высоких вибрациях. Интуитивное мышление эпохи Водолея. Мыслить позитивно и возможностями. Данное мышление автоматически послужит вам защитой от всех напастей, несчастья, подключек и взаимодействия с низшим астралом. Приучайте себя жить 24 часа в позитивном мышлении. Излучайте больше позитивных эмоций. Будьте больше в радости, веселье и интересе к жизни. Эта жизненно важна не только для вашего психического и физического здоровья, но и для нашей планеты в целом. Позитивное мышление разбавит самые негативные эгрегор планеты. Страха, душевные боли, безысходности, депрессии, грусти, печали и прочего. И нам всем станет сразу намного легче выходить из негативных мыслей и состояний. Поскольку одна сильная негативная мысль способна накрыть не только одного человека, но и десятки людей вокруг него. А дальше как цепная реакция идет вирусная рассылка в нашем пространстве на тонком энергоинформационном уровне. Старайтесь 4-5 раз в день обратить внимание на свое состояние. Есть ли у меня улыбка на лице? Если нет, то целенаправленно ее вызывайте. После 1-2 минут натянутой улыбки в вашем организме автоматически выделяется гормон сиротонин, гормон радости, и настроение заметно улучшается. Начать осознанно собственное самовоспитание и самосовершенствование. Это дальнесрочные планы. начать работать над своими ограничивающими установками и программами. Заменять их освобождающимися установками и мышлением возможностями. Убирать негативные эмоции, чувства и реакции на жизненные ситуации. Поменять свое мировосприятие на позитивное. Жить по нравственным ориентирам правилам мироздания, тем самым повышая свой уровень сознания и вибраций, автоматически улучшая свой событийный поток жизни. Именно эти перечисленные действия являются самым лучшим признанием высшего организующего начала, а также верой в него и служением ему, а вернее сотрудничество и сотворчество с Творцом на планете Земля. Ваш выбор определит ваше будущее. Еще до рождения мы приняли решение выучить этот эволюционный урок, а может уже кармический, и теперь к этому контракту души нужно относиться с должным уважением и пониманием. Мы выбирали направление развития, просчитали все варианты и способы помощи себе, взяли с собой все инструменты и подсказки. У нас полно сил, способностей, талантов. И свыше нам постоянно посылают возможности. С помощью всего этого мы легко можем воплотить любую нашу мечту в реальность. С нами всегда наши духовные помощники и наставники, ангелы-хранители. За каждым из вас стоит целая армия, поверьте мне на слово, как реки сологу, который очень часто встречается с высшими учителями в тонких пространствах и мирах. Они просят передать вам через меня, что тут на земле нам всем должно быть немного стыдно со всей этой мощью и поддержкой не справиться с этими заданиями, которые даются нам по силам. Ваша задача начать делать и идти вперед хоть маленькими шагами. Выбор человека идти по конструктивному пути развития или деструктивному. как как какими средствами личное дело каждого. Все информация уже есть как у нас самих, так и в данной книге в готовом виде на все случаи жизни. Более глубинная информация доводится до нас через внутренний голос. Кто-то это называет совестью, кто-то интуицией. Слушайте внутреннюю тишину, свое шестое чувство, и вы получите доступ к дополнительным знаниям, которые вам помогут выйти из тупика собственных страхов и накрученных страданий. Внимание людей и всего человечества должно быть сейчас обращено именно во внутренний, а не во внешний мир. Когда достаточное количество людей выйдет на уровень общения со своим Высшим Я, душой и своими Кураторами, мир изменится. Именно на это сейчас направлено внимание наших духовных учителей. Когда каждый начинает осознанно работать со своим внутренним миром и своей личностью, вы тем самым меняете наш сегодняшний внешний мир. Объединившись с единым центром высшего разума через наш внутренний мир, а именно он является порталом к своему Дому Души и целому организму космоса, мы вместе начинаем активно творить новый созидательный мир. Не кто-то извне придет к вам и изменит ваш мир к лучшему. Только мы сами, человечество, имеем право это сделать. Но изменить мир к лучшему мы должны не как люди, а как сотворцы. Важно не просто верить в лучшее, а знать, что вы творите новую реальность и прекрасный мир будущего человечества. Люди верят, сотворцы знают. Люди мечтают, сотворцы воплощают мечты в реальность. Люди умирают, сотворцы знают, что живут вечно. А здесь во временной командировке по спецзаданию и творят новую позитивную реальность. Любое рост сознания осуществляется естественным путем. Любая эволюция – это эволюция изнутри. События, которые происходят во внешнем мире, сильно влияют на сознание людей, если они не знают законов мироздания. Но вы уже просвещены. Главные события, которые определяют рост сознания вас и каждого, всегда происходят внутри вас. И только эти внутренние события способны направить сознание человечества в нужное русло и кардинально изменить мир вовне. Если вы не знаете, как быстро выйти на высоковибрационное позитивное мышление, читайте другие мои книги «Истории и погружению в прошлое жизни», слушайте вебинары, приходите на тренинги, курсы, марафоны. Вам будут очень рады. Пришло время позитива, волшебства и свободы на Земле. Свободный человек нового тысячелетия. Свобода личности выражается в том, что человек может найти меру индивидуальной гармонии. Когда вы освободитесь от навязанного страха, тогда вы легко начнете отстаивать свои права, права семьи и общества у деструктивных сил. Тогда вы легко сможете находить точку баланса в отстаивании своих прав с внешними системами. Я не буду перечислять, где именно нужно отстаивать свои права и границы. Каждый сам на своем месте четко видит и знает, где и как. Просто сегодня с мышлением раба смелости не хватает это сделать. Выбор за вами. Совершенствовать наше общество или ждать, когда свыше через деструктивные силы совсем прижмут. Узнав правила мироздания, вам будет легче взаимодействовать с окружающим миром. Свободному человеку нового тысячелетия свойственно высокое сознание ответственности, в первую очередь за себя, и долго, прежде всего перед своей душой. Высокая духовная организация позволяет ему жить жизнью всего человечества и даже всего космоса. Находить в этом материал для своей перестройки, ориентируясь на новые гуманные средства воздействия на других людей для их совершенствования, на основе любви, единения, свободы и радости. Закон добывают себе дорогие удовольствия на рынке, а я бесплатно добываю себе удовольствия из своей души. Радость является выше по вибрациям, чем любой, по вибрационной шкале Хокинса. Это чувство является лучшими кирпичиками для выстраивания всего нового, нового мышления, которое несет новые возможности, новые хорошие отношения, новые проекты, здоровье. Вибрации радости способны быстро исцелять, как и чему вы сегодня порадуетесь. Души, чья специализация нести праздник, способны заодно представление заполнить потемневшие от негатива души ресурсами, светом, надеждой, верой, счастьем и, конечно, гармонией. Люди недооценивают силу радости и влияние этой вибрации на нашу жизнь. Женщины сетуют окружению на их обратную связь в ее адрес. Почему ты такая злая и все время хмуришься? Я злая, потому что жизнь тяжелая. С точки зрения высших законов мироздания все как раз наоборот. У этой женщины тяжелая жизнь и много несчастья, а того, что она злая и источает говимый негатив в пространство. Закон радость подпункт управления эмоциями. Кто в нашем теле включает эти кнопки и выключает радость? Почему мы часто впадаем в тревожность, страхи и испытываем стресс? Небольшая лекция от Ларетта Грациана Бройлинга «Гормоны счастья». Когда вы волнуетесь, что вас не пригласили на вечеринку или что у вас ужасная прическа, мозг снова беспокоится о вашем выживании. Оба этих обстоятельства создают риск для ваших социальных связей. А эти связи имели большое значение для выживания предков. Если вы освобождаетесь от таких угроз существованию, как голод, холод или наличие вокруг хищников, мозг по инерции продолжает сканировать другие потенциальные угрозы. Разумом вы понимаете, что плохая прическа это еще не угроза выживанию, но нейроны, настроенные на межличностное общение, не могут не испытывать при этом некоторую тревогу. Процесс естественного отбора создал мозг таким, что мы подсознательно ощущаем чувство удовлетворения, когда видим возможность для передачи наших генов партнеру, и наоборот ощущаем тревогу и раздражение, когда такие возможности теряем. При этом, чтобы испытать чувство дискомфорта, совсем не обязательно сознательно стремится к передаче генов. Этот дискомфорт подсознательно запускает врожденная система сигнализации. Подобные реакции на внешние раздражители заложены в желании нашего мозга обеспечить выживание. Но они не основываются на врожденных нейронных связях. В отличие от многих животных, мы не рождаемся, будучи наделенными инстинктами поиска какой-то специфической пищи или избегания каких-то определенных хищников. Мы рождаемся с мозгом, который сам выстраивает внутренние связи на основе нашего опыта. И если кратко, то наш мозг характеризует несколько особенностей. Он заботится о выживании наших генов с тем же тщанием, с которым заботится о выживании тела. Он настраивает нейронные связи еще в детском возрасте человека, хотя для взрослой жизни этих путей часто оказывается недостаточно. Именно поэтому бывает так трудно понять природу наших нейрохимических подъемов и спадов. Разберемся в гормонах радости, стресса и страха. Зная базовые особенности нашего мозга, легче справляться со своим физическим телом. Адреналин важнейший гормон, реализующий реакции типа Би или Би. Его секреция резко повышается при стрессовых состояниях, пограничных ситуациях, ощущении опасности, при тревоге, страхе, при травмах, ожогах и шоковых состояниях. Он не участвует напрямую в продвижении нервных импульсов. Зато поступив в кровь, он вызывает целую бурю реакций в организме, усиливает и учащает сердцебиение, вызывает сужение сосудов мускулатуры, брюшной полости, слизистых оболочек, расслабляет мускулатуру кишечника и расширяет зрачки. Выражение у страха глаза велики, имеют под собой абсолютно научные основания. Норадреналин гормон и нейромедиатор Норадреналин также повышается при стрессе, шоке, травмах, тревоге, страхе, нервном напряжении. В отличие от адреналина, основное действие норадреналина заключается исключительно в сужении сосудов и повышении артериального давления. Сосудов суживающий эффект норадреналина выше, хотя продолжительность его действия короче. И адреналин и норадреналин способны вызывать тремор, то есть дрожание конечностей подбородка. Особенно ясная реакция проявляется у детей возраста 2-5 лет при наступлении стрессовой ситуации. Чувства, которые мы описываем как счастье, обеспечиваются наличием в мозге четырех особых нейрохимических веществ дофамина, эндорфина, окситоцина и серотонина. Эти гормоны счастья активно синтезируются в те моменты, когда мозг идентифицирует позитивные для нашего выживания явления. Затем их уровень в организме резко падает до следующего приятного случая. Каждый из этих нейрохимических веществ включает у человека специфическое положительное ощущение. Дофамин создает чувство радости от того, что человек находит что-то необходимое. Это то чувство, когда люди произносят «Эврика, я нашел». Эндорфин формирует чувство легкости и забвения, которое помогает смягчать боль. Часто такое состояние называют эйфорией. Окситоцин дает человеку ощущение безопасности в кругу себе подобных. Теперь это называется социальные связи. Серотонин создает у человека чувство признания и уважения со стороны окружающих. Прилив гормонов счастья в мозг длится недолго. Как работают гормоны счастья? Выработка гормонов счастья осуществляется в нескольких небольших по размерам отделах головного мозга. Гиппокампе, мендаревинном теле, гипоталамусе, гипофизе и некоторых других, которые в совокупности объединяются в римбическую систему человека. Римбическую систему окружает большая кора головного мозга. Римбическая система его полушария коры постоянно взаимодействует в поддержании жизнедеятельности человеческого организма и в сохранении его ДНК. Каждая из этих частей мозга выполняет свои специфические задачи. Кора головного мозга анализирует окружающую реальность и ищет те ее проявления, с которыми вы уже познакомились в прошлом, сравнивая их друг с другом. Римбическая система производит активные биологические вещества нейромедиаторы. Те самые, что простым языком называются гормонами счастья. Эти нейрохимические вещества подсказывают вот это для тебя хорошо, а вот это для тебя опасно, избегая этого. Ваше тело не всегда в точности выполняет указания нейромедиаторов, поскольку кора головного мозга может их отменить. Но если это происходит, то кора головного мозга подает лимбической системе альтернативные сигналы, на которые последние реагируют. Таким образом, в какие-то моменты кора головного мозга человека может стоять выше его лимбической системы. Но наш древний мозг унаследован еще от предков млекопитающих. В значительной мере определяет то, кем мы являемся в наших реакциях и эмоциональном смысле. Кора головного мозга направляет внимание и тщательно анализирует информацию. Но именно рептильная лимбическая система побуждает нас к действию. Дофамин нейромедиатор считается ответственным за продуцирование чувства удовольствия. Уровень дофамина достигает максимума во время таких действий, как еда и секс. От него косвенно зависят и сердечная деятельность, и двигательная активность, и даже рвотный рефлекс. Выработка дофамина стимулируется своеобразным эффектом достижения цели, которые всегда присутствуют в любви. Точно так же, как его выработка в организме ребенка стимулирует слышные ему шаги матери. Дофамин сигнализирует мозгу, что желаемая цель находится в сфере досекаемости. марафон происходит выброс дофамина в момент, когда он видит цель своих усилий. Дофамин обеспечивает обезьяне прилив энергии с тем, чтобы она удовлетворила текущую потребность. Приматы не могут произнести «я сделал это», но нейрохимические вещества в их мозгу создают чувство удовлетворения без слов. Секреция дофамин у обезьяны начинается с того момента, как она видит плод, который может достать. Это происходит потому, что дофамин обеспечил создание в ее мозгу нейронной связи, тогда, когда она впервые попробовала приятный плод на вкус. Содержащийся в плоде сахар послал мозгу сигнал «это то, что тебе нужно, попробуй еще найти эти плоды». Прилив дофамина связал все свободные в этот момент нейроны и настроил мозг обезьяны так, чтобы приведеть чего-то подобного сладкому плоду, у нее автоматически начинался бы синтез этого нейромедиатора. Как дофамин создает новые нейронные пути? Дофамин участвует в создании новых путей передачи нервных импульсов, нейронных связей. Эти пути возникают на основе прежнего опыта получения дофамина. Представьте себе ребенка, предка современного человека, который вместе с матерью занимается собирательством в лесу. Этот ребенок видит огонек, загоревшийся в глазах его матери, в тот момент, когда они выходят на ягодную поляну. Так называемые зеркальные нейроны ребенка, нейроны, которые зеркально отражают поведение других людей, синтезируют у него дофамин еще до того, как он попробует ягоды на вкус. Когда же он начинает есть ягоды, выброс дофамина многократно увеличивается. Свободные в этот момент нейроны под воздействием дофамина образуют новые нейронные связи. Эти связи помогут ребенку впоследствии моментально ассоциировать зрительный образ, звуки и запахи с ягодами. Без сознательных усилий с нашей стороны дофамин строит некий нейронный шаблон, благодаря которому мы учимся находить вознаграждение или удовольствие. Вознаграждение, которое приносит нам профессиональная или социальная активность, не так легко достижимо, как сахар или продукты из ягод. Поиск получения вознаграждения со стороны общества активно стимулирует выработку дофамином человека. Но дофамин очень быстро расщепляется, и нам приходится каждый раз стремиться к новому вознаграждению для того, чтобы получить удовольствие. Вот почему постоянно находиться в тотальной эйфории радости для нас невозможно. Можно обрести постоянный позитивный эмоциональный фон, который больше будет похож на ровное стабильное удовлетворение. А сильные эмоции радости мы испытываем кратковременно. Какой гормон влияет на принятие решения и проявление инициативы? Считается, что дофамин также участвует в процессе принятия человеком решений. По крайней мере, среди людей с нарушениями синтеза дофамина, многие испытывают затруднения с принятием решений. Это связано с тем, что дофамин отвечает за чувство награды, которые зачастую позволяют принять решение обдумывая то или иное действие еще на подсознательном уровне. Нехватка дофамина в соответствующих участках мозга ведет к потере инициативы, к сидению и мечтанию. Более серьезный дефицит – к полной невозможности совершить активные действия. Дальнейшее развитие этого состояния может вести к синдрому Паркинсона. В чем секрет патологического поиска наслаждений? А вот избыток дофамина способствует поведению, связанному с поиском наслаждений. От вкусной еды до интересного видеофильма. Последние научные изыскания существенно расширили представление дофамина по сравнению с серединой прошлого столетия. Знаменитый эксперимент канадских ученых, относящийся к 1950 годам, когда крысью в центре удовольствия были имплантированы электроды, после чего она научилась раздражать эти центры низковольтными разрядами электричества, нажимая на специальный рычаг, установленный в ее клетке. Животное осуществляло это раздражение так часто, что в конечном счете погибло. Его не интересовали больше ни пища, ни вода, ни привлекательные сексуальные партнеры. Ученые предположили, что электрические импульсы стимулировали у крысы центр наслаждения. Но почему мозг оценивал наслаждение до такой степени высоко, что готов был погубить животное, а не обеспечить ему возможность есть пить или размножаться? Теперь-то мы знаем, что активную выработку дофамина стимулирует ожидание вознаграждения. Несчастная крыса все время продолжала ожидать от каждого нажатия рычага все новые награды, поскольку именно это ожидание приводило к выбросу в ее мозг большего количества дофамина, чем она могла получить от какого-то реального поощрения. В чем причина интеллектуальной деградации человека? С каким количеством нейронных клеток человек родился, с тем он и идет по жизни. Но с каждым днем они будут только уменьшаться. Активный процесс умирания клеток мозга запускается после 50 лет. Он может происходить в разных людей быстрее или медленнее. Все зависит от того, как человек использует свое серое вещество. Чем меньше используется мозг по назначению решения интеллектуальных, аналитических и творческих задач, тем быстрее больше клеток погибает, что приводит к деградации вечности и старческому маразму. Отчего клетки мозга разрушаются? Некоторые имитируют интеллектуальную деятельность вместо ее существования. И в этом процессе не надо обманывать себя. Можно до бесконечности обманывать окружающих, но мозг обманывать нельзя. Если вы не пользуетесь, то есть не решаете аналитические и творческие сложные задачи, то кровообращение мозга будет только падать. Мозг этого не прощает. Есть такая особенность мозга, что мозг всегда и во всех случаях стремится максимально сохранить свои функции на минимальном кровообращении, поддерживая минимальный уровень энергетического обмена около 9% от всего организма. Особенность мозга. Он сопротивляется любым интеллектуальным нагрузкам. Он пытается вас самих обмануть. Он такая достаточно загадочная конструкция, которая постоянно ставит палки в колеса развивающейся личности. Многим людям очень трудно заставить его аналитически и творчески работать. Когда вы пытаетесь решить сложную задачу, которую раньше не могли решить или не решали никогда, то он вынужден увеличивать кровообращение. Кровь наполняет капилляры, кровообращение увеличивается в два и более раза. Через капилляры начинает течь к нейронам кровь, и именно она продлевает клетку мозга жизнь. А значит, это интеллект и здравый рассудок. Конечно, если он был до этого в человеке. Есть многочисленные данные. Например, взята сосудистая система мозга профессора математики, который пользовался всю жизнь мозгом, и сосуда мозга простого водителя. У профессора в десятки раз капилляров и сосудов оказалось больше, чем у водителя. Нейроны погибают, потому что они кровоснабжаются. И в этом вся трагедия. Не пользуясь мозгом, мы стимулируем быструю гибель нейронов. Они умирают не от старости, а в основном от голода. Мы их замариваем, снижая скорость кровообращения в головном мозге. Поэтому первая задача любого человека, если он хочет сохранить свой рассудок, хотя бы не в нормальной интеллектуальной силе, а элементарно и минимально для других возможностей, например, половые физические возможности, надо постоянно заниматься различного рода интеллектуальной деятельностью. При этом не надо решать сложенные физико-математические теории, надо решать те задачи, которые вам достаточно сложны, чтобы прилагать к ним интеллектуальные усилия. Кроссворды и шахматы это не решение проблемы, это ничего, так как это комбинаторика. Но будет у вас чуть получше кровообращение в височной области, но это по большей части ничего не решит. Надо заставлять работать мозг целиком, и только такая правильная нагрузка на интеллектуальные области даст хороший результат. Но нельзя заниматься чистой интеллектуальной работой. Нужно увеличивать кровообращение всех разделов мозга, в том числе моторной части мозга. Когда вы занимаетесь разного вида деятельностью – ручной, физкультурой, спортом, в конце концов огород копаете или двор ментюй, тетя. То есть нужно физически загружаться, так же как и интеллектуально. Вот на этом балансе и можно добиться сохранения мозга. Помните, что с годами нейроны погибают все равно, потому что внутри них накапливаются специфические метаболиты отхода жизнедеятельности, которые из нейронов практически не выводятся. То есть часть продуктов обмена накапливается внутри клеток мозга, что очень плохо. Это снижает их функции. Часть нейронов из-за окклюзии непроходимости сосудов, отсутствия питания погибают. Массовая гибель нейронов от алкоголя У человека, хорошо выпившего алкоголя, мозг испытывает огромный стресс, связанный с тем, что он выпил. Сначала у человека сосуды расширились, а через некоторое время сосуды и капилляры очень сильно сузились, происходит сильный перепад. В этот момент происходит очень высокая гибель нейронов. Как они погибают? К нейронной клетке подходят очень тонкие капилляры. Через них проходят питательные вещества, которые помогают клетке хорошо функционировать. при при сужении сосудов, соответственно капилляров, остается очень тонкий проход для питания клетки. Алкоголь способствует стрепанию эритроцитов. Они собираются в грозди, как виноград, и закупоривают узкий проход к нейронам. И клетка мозга нейрон погибает от голода, нехватки питания. И ученые мужи при исследовании людей, постоянно употребляющих алкоголь, видят в их мозге целые слои отмерших клеток, в которых очень много погибших нейронов, так называемые клетки тени. С каждой выпитой рюмкой умирают тысячи клеток мозга, которые уже никогда не восстановятся, а значит умирает интеллект. Особенно видно до градации личности людей, постоянно употребляющих алкоголь, после 50 лет. Это тот рубеж, когда критическая масса выходит наружу. И мы видим перед собой уже не близкого человека, а непонятное существо, в котором завладели сущности низшего порядка. Такому человеку практически невозможно вернуть прежнюю гибкость ума. У них повреждена главная антенна – мозг. Этот человек начинает превращаться в животного самыми низменными инстинктивными потребностями. Что самое печальное, сам человек себя не видит со стороны. Он считает, что умственно здоров и нормальный. Кроме этого, алкозависимых всегда сосудистый стресс и прочие заболевания сердечно-сосудистой системы, и, конечно, больная пищи. Бывает ли алкоголь полезным? Поскольку алкоголь – это естественный и нормальный метаболит, который появляется при переработке пищи, употреблять маленькие дозы алкоголя безопасно. Большие дозы – это всегда огромный вред для головного мозга. Особенно вреден низкокачественный алкоголь. Почему? Потому что он увеличивает почечный отток электролитов, а электролиты нужны для передачи сигналов. Поэтому мудрые господа, которые могут себе позволить содержать свой мозг в нормальном состоянии, предпочитают выдержанные коньяки и вина, в которых большое количество экстрагированных электролитов. Последние попадут в кровь и компенсируют потерю электролитов почками. Но пользу всему физическому организму такой алкоголь принесет лишь в том случае, если пить его в умеренном, вернее сказать, минимальном количестве. Потому что тут палка о двух концах. Мозг, конечно, радуется, когда хороший алкоголь приводит к правильному расширению сосудов и капилляров, активно питая клетки. Но зачем ему хозяин с циррозом печени? В алкоголе и в табаке ферментированный табак тоже расширяет капилляры, но можно заработать рак легких или губы. Встает, как всегда, вопрос баланса. Помните о золотой середине. Если переусердствовать угоду своим страстям, это приведет к деградации личностей и многочисленным болезням. Возникает вопрос, сколько можно пить без ущерба для организма. Выявлено средняя доза крепких напитков за один прием для мужчин – 30 грамм, для женщин – 10 грамм, вино для мужчин 150 грамм, женщинам 50 грамм. И лучше пить не каждый день, а по необходимости. Каждый день праздник – это уже бодни, удовольствие от этого точно не получите, кроме зависимости и увеличения дозы. Как правильно питаться для того, чтобы мозг хорошо работал? В нашем организме не хватает многих ферментов, которые должны расщеплять пищу, поддерживая подпитку клеток мозга. Но некоторые вещества и продукты очень хорошо помогают. Например, классический папаин. Его экстрагируют из плодов папай. В результате количество соединений, лимитирующих работу мозга, будет увеличиваться. Пища для питания мозга должна быть самой главной разнообразной. Чтобы мозг нормально полноценно работал, должно быть все. Картошка, крупы разнообразные должны быть. Самое главное, разное мясо, птица, рыба. Должны быть обязательно беспозвоночные улитки, креветки, раки, омары. Чем шире у вас пищевое разнообразие, тем больше шансов вашему мозгу нормально работать. Но помните следующее. Если вы будете мозг кормить, но не использовать, это бесполезно выброшенные деньги. Помните, мозг так устроен для человека, что он включает в активное кровообращение только то, чем вы пользуетесь в данный момент. Часто использование большого пальца больше активирует определенный участок мозга, отвечающий за эту деятельность. Если мизинец не задействован, то данная часть мозга, отвечающая за его участок, будет атрофирована. Через наши пальцы можно улучшить работу мозга. Как известно, лучше жить в гармонии, активируя работу мозга всеми доступными способами. Интеллектуально, физические действия, развивать моторику всех пальцев. Например, печать на клавиатуре всеми пальцами очень хорошо. Делать постоянный массаж пальцев на руках и ногах – это прекрасно. Главное правило – правильно питаться, пить много воды, потому что мозг состоит на 80% из воды, и много работать интеллектуально, решая сложные творческие задачи, стоящие на вашем пути. От мозга нашего перейдем к другой важной теме – деньги и радость. Как отсутствие радости сказывается на ваших доходах? Закон радость подпункт радости деньги. В каждом законе я рассказывал о том, насколько важно нам стать здоровой клеткой космоса, излучая высокие вибрации любви и радости. Поэтому повторяться не буду. В то же время я хочу зайти с другой стороны и показать на примере денег, как мы лишаем себе радости, а потом удивляемся, почему у меня в жизни нет ни денег, не радости. С точки зрения вселенских законов, деньги – это всегда средство, а не цель. Люди действительно хотят денег, или за этим стоит что-то большее. Люди хотят не денег, а удовольствия, радости и счастья, то есть положительных эмоций, которые можно получить через вещи, вкусную еду и развлечения. Деньги можно конвертировать в радость, и именно это стоит за жаждой денег. Вселенная стимулирует уровень развития человечества двумя способами – мутом и пряником. Тело человека запрограммировано так, что оно постоянно убегает от боли и тянется к положительным эмоциям. Занимаясь накоплением средств, откладыванием покупки приятных мелочей на потом, отказываясь от подарков близких из-за экономии денег, живя завтрашним или вчерашним днем. Человек лишает себя главного, поощрение от Вселенной именно через радость. Она мотивирует нас к главному закону развития и выбирает себе только кнут, перекрывает себе доступ к истинному изобилию Вселенной. и Гребер полевой социум денег экономии не любит. Свыше никогда не дадут доступа к настоящим деньгам, если человек мыслит как бедный. Такой человек неиспособен на масштабность, а без нее нет развития общества, а значит Вселенной и космоса. А вы помните, зачем сюда приходит душа человека? Уж точно не за тем, чтобы деньги зарабатывать, и тем более экономить их на каждом шагу. Вот и экономит Вселенная на таких, отдавая ресурс тем, кто мыслит возможностями, расширяя и улучшая наш мир и космос. Где живет счастье? Все люди стремятся к счастью. А что такое счастье? Это понятие может для каждого человека выразительно отличаться. Кто-то сказал «красота и рубль счастья». Кого-то радует материальное достижение, кого-то собственные успехи или успехи своих близких. Но если посмотреть в целом на то, что такое счастье, это выглядит как проживание положительных эмоций по разным поводам своей жизнедеятельности, если ожидания человека оправдываются в реальность. При неосознанном проживании жизни человек может получать счастье только через этот внешний способ добычи счастья. Люди часто ждут этих моментов от жизни. Нередко полагаются на судьбу, случай, других людей, на то, что счастье придет как-то само. Вроде как им счастье должно дариться от внешнего мира. И это здорово, когда действительно счастье приходит из дне и зажигает радостными огнями наше будь. Зная законы мироздания, можно не ждать этих моментов, а самому вызывать это состояние души и тела. Если человек уже является автором своей жизни, то он не ждет подарков от судьбы, а берет и делает их сам. Где взять? Да они повсюду. Мы каждый раз проходим мимо счастливых моментов, мимо своего счастья, даже не подозревая, что оно находится рядом. Посмотрите на детей. Они умеют радоваться и быть счастливыми. Они удивляются каждый раз новому, интересному. Они настоящие исследователи жизни. Любая мелочь заводит их с полу оборота на положительные эмоции. И в этот момент они счастливы без границ. Но ведь и мы такими были. А почему разучились? А почему обделили себя таким прекрасным явлением? Задайте себе этот вопрос. Ведь восстановить этот навык так просто, но даже в голову многим не приходит, что это возможно. Как это сделать? Есть четкая схема. Она приведена ниже. Многие люди прошли этот этап и обрели новую жизнь, почувствовали ее радостный вкус, уловили новые ароматы, вкусили новые ощущения на всех уровнях чувств. То есть стали счастливы, стали сами включать в себе эти минутки счастья по собственному желанию. Теперь количество счастья зависит ровно от них самих. Как развить в себе привычку быть счастливым и в радости? Освойте упражнение плотное счастье на момент времени или принятие богатства мира, и вы вернете себе прекрасный навык, позабытый с детства. Вы откроете окружающий мир и обогатите для себя свой внутренний. И когда вы будете чувствовать эту красоту, радоваться этому миру, отдадите в мир волну своих положительных эмоций, то уже мир повернется к вам самой лучшей частью, отдав вам свою волну прекрасного. Обмен положительных эмоций замкнется в огромный круг бесконечности счастья, радости и любви. Притча Один человек искал идеальное место. Искал он долго. И вот в далекой стране нашел место, где ему было хорошо. Он бродил по городу, который ему так понравился, и смотрел вокруг. Но когда он забрел на кладбище, то ужаснулся. На всех надгробиях даты смерти указывали, что эти люди жили два-три года, с точностью до прожитых часов и даже минут. В страхе человек побежал вон из города, но на площади столкнулся со стариком. В ужасе человек закричал «Вы чудовище! Вы убиваете ваших детей!» Старик показал ему книжечку, который висел у него на шее на цепочке и сказал «Когда ребенок у нас достигает зрелости, мы даем ему такую книжку, и каждое мгновение, каждую минуту или час настоящего счастья в нашей жизни, каждый из нас заносит в эту книгу. После смерти все эти мгновения мы складываем, и это настоящие дни нашей жизни. Может вы тоже заведете такую книжку, хотя бы ради эксперимента на пару недель, и увидите сколько вы живете. Упражнение плотное счастье на момент времени или принятие богатства мира. Задача упражнения развить правильный энергообмен с вселенной людьми, научиться радоваться жизни, внедряя закон радость, став здоровой клеткой космоса. Чем полезно? Пять чувств позволяют нам познавать окружающий мир, видеть прекрасное и наслаждаться красотой этого мира. Учимся реагировать на мир с любовью, воспроизводя высоковибрационную энергию. Ловим каждую минутку и делаем свою жизнь полноценной и счастливой. область запланированного результата. Четыре-пять раз в день по пять-семь минут перевожу свое внимание на моменты счастья, выраженные через пять органов чувств, и наслаждаюсь ими. Получаю энергию столько, сколько нужно для полноценной жизни. Срок встраивания привычки один месяц. «Как буду работать?» «Минимум один раз в день убираю десять минут, которые буду проживать в режиме прочувствованного удовольствия. В одну десятиминутку включу минимум три чувства, максимально пять. зрение, глаза. Наслаждаюсь красивыми пейзажами за окном. Если пейзаж надоели, смотрю красивые картинки, короткие видеоролики с природой. На прогулке рассматриваю внимательно птиц, красивых людей, снежинки, когда падают. Рассматриваю днем облака и в причудливые формы, ночью звезды, луну. Слух уши. Внимательно прислушиваюсь к окружающим красивым звукам, пение птиц, музыка, гармоничные произведения разных направлений. Как разговаривает со мной приятная собеседник. Как стучит стрелка часов. Шум деревьев, шум ветра, хруст снега, шурчание латы, обоняние нос. Чувственно вдыхаю запах свежего воздуха на прогулке. Запах вкусной пищи, запах цветов, запах родных людей. Заостряю свое внимание на наслаждении, которое получают этого процесса. Осязание кожи. Беру в руки мягкие предметы, материалы, мягкие кружки, ощупываю их, заостряю внимание на этом. Глажу собачку, кошку и наслаждаюсь ее мягкой шерсткой. Глажу руки любимых людей, передаю руками свою заботу, нежность и то, как я их люблю. При поглаживании выделяется гормон окситоцин, отвечающий за доверие. Гладь своих детей и близких чаще. Запускаю руки в волосы любимого человека, ощущаю удовольствие от этого, мчисли от запаха. Пропуская сквозь пальцы теплую воду, песок, наслаждаюсь этим ощущением. Вкус, язык. Медленно что-то ем или пью, вкусно. Внимание сосредоточено на вкусе. Ощущаю его всеми рецепторами рта, мысленно задумаю, как же вкусно. Как вывести себя из гнетущего чувства? Еще одно маленькое, но действенное упражнение по выходу из негативных эмоций. Повышаем вибрации и выходим в параллельную реальность радость. Погрузиться в тишину на 3-5 минут. Создаем намерение моей субъективной действительности я выбираю реальность радость. Представить себе мысли образ в картинку, как вы перемещаетесь в эту реальность. Например, просто сделав шаг вбок, где вы оказываетесь в мире радости. Отпустите образ и займитесь физическими делами. Вычерпайте плюсы из вашей ситуации, которая погрузила вас на низкие вибрации. Волшебная таблетка. Благодарность к людям. Благодарность к людям, миру, является панацеей от всех бед. Выход из болезней, плохих отношений и даже финансы начинают расти. Я уж не говорю о вашем эмоциональном и психологическом состоянии. Начните практиковать семь дней благодарности к миру, людям, близким, и вы увидите, как резко поменяется ваша жизнь. Начните с простой и самой эффективной практики. Тем самым вы повысите свои вибрации, мир будет отвечать вам взаимностью, а Вселенная наградит за это исполнение ваших самых заветных желаний. Практика благодарю. Проснувшись поутру, здороваюсь собой, личностью, душой и своим телом, органами, особенно больными. Посылаю им любовь, симпатию, благодарность, поддержку. Здороваюсь с миром, солнышко, птички, звуки жизни. Как я рад сегодняшнему дню. Полезно встанок. Посылаю миру любовь, симпатию, благодарность. Здороваюсь со своими близкими. Привет, мой любимый, как я рада тебя видеть. Посылаю им любовь, симпатию, благодарность. Представляем образы сердечек, солнышко, радуги и прочее. Здороваюсь с каждой клеточкой большого организма космоса. Посылаю ему любовь, симпатию, благодарность. Кушаю еду, благодарю каждого, кто причастен к ее созданию. Кто посадил зерна, кто ухаживал, кто убрал урожай, кто привез в магазин, кто продал, кто сварил и кто съел. Благодарю себя. Ложась спать, также благодарю всех за прошедший день, за уроки, радость и обучение, и, конечно, благодарю себя. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. Субтитры сделал DimaTorzok